МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыка, подобно дождю, она капля за каплей, проникает в сердце и размягчает его, говорил нобелевский лауреат Ромэн Ролан. Сегодня о роли музыки в нашей жизни мы поговорим с известным исполнителем и композитором Александром Балем. Александр, очень рады видеть вас у нас в гостях. Вы не только исполнитель и композитор, ваша профессиональная деятельность непосредственно связана с театром. Ну, в какой-то мере, да. С театром музыкальным, скажем так. Нет, я бы не сказал, что это музыкальный, это все-таки драматический театр. Но в любом театре могут быть музыка, должны быть и музыка, и песни. Поэтому я там заведую музыкальной частью и пытаюсь немножечко разбавить эти сухие слова, немножечко прикрыть их музыкой, а то и песнями. Ну, песнями, конечно, к детским спектаклям больше. Такой провокационный вопрос. Жив ли сейчас музыкальный театр? Я знаю, что на Бродвее мюзиклы идут по-прежнему с огромными аншлагами. А жив ли у нас театр музыкальный? Конкретно у нас, в нашем городе, конечно же, нет. Где-то там, конечно же, да. Ну, там все иначе и многое по-другому. Мы в этом плане, ну, на отшибе. Мало того, что нет музыкального, у нас вообще проблемы с театрами, потому что у нас всего их два. Областной, драматический и кукольный. Что касается, да, поэтому они, театры, не заточены изначально под музыкальные спектакли, под мюзиклы. Они заточены под спектакли, в которых может присутствовать музыка или песня. Ну, вот у нас, например, если взять драматический театр, много ли актеров поющих? Очень мало. Но это мое, вот в этом году будет уже 22 года, это мое горе, это моя беда, это мое великое разочарование, что многие годы я, если придумывал песни к спектаклям, я делал их с учетом исполнителей, с учетом того, как смогут ли артисты спеть. Я спрашивал, кто будет играть эту роль, кто эту. Ну, потом уже, конечно, я научился, наверное, все-таки научился со временем, с опытом делать песни такие, какие, чтобы, в общем-то, многие могли им испеть. Чтобы любой мог их исполнить. Да, но пришло время, когда многие спектакли и детские сказки перестали петь живьем. Звучит фонограмма, поскольку, особенно на Новый год, представьте, когда ежедневно, начиная с 21 декабря, заканчивая 11 января, идут по 2-3 спектакля, актеры просто умирают. Не выдерживают такой большой нагрузки. Поэтому, конечно, однажды было как-то решено, давайте делать фонограмму, пощадим актеров, потому что перекликивать фонограмму, орать, просто другого слова нет, орать песни деткам, чтобы было слышно, это очень сложно. А как вы думаете, пользовался бы у нас популярностью такой жанр, как мюзикл или музыкальный спектакль? Я думаю, любое искусство, которое серьезно сделано, пользовалось бы везде. Наш город очень хорошо, зрители заполняют залы на приезжих артистов. С великим благоговением и надеждой наши зрители всегда смотрят на театр. Ну, может, что-то и идут, и терпят, иногда и терпят даже наши. Александр, а как сами актеры воспринимают музыкальные роли, которые им иногда достаются? Они любят музыкальные роли? Да. Ну, мне так кажется, что да. Единственное, что некоторые просят, ой, пожалуйста, нам песенку такую, чтобы поменьше нот. Но они думают, что если поменьше нот, так это проще. Даже если песенка с одной нотой, попасть в нее еще нужно умудриться. Но я думаю, что песню любят все, по крайней мере, вы знаете, когда я сочиняю, допустим, для спектакля, репетиции начинаются, актеры проходят читку, они еще только видят текст, они еще толком не знают, что будет, какое будет настроение спектакля. И как только появляются первые песни, у них появляется какое-то решение, у них появляется, это их немножечко, как сказать, мобилизует, это их заставляет, помогает представить, что же это будет за спектакль, как это выстроить роль. Например, перевоплотиться в «Гадкого утенка». Уже есть желающие. Давайте мы, зрители наши, просто не знают, мы скажем о том, что сейчас вы готовите музыкальную сказку, философскую, для больших и маленьких, «Гадкий утенок». «Гадкий утенок», нет, я не думаю, что она для больших и маленьких, а поскольку режиссер, он же артист театра, Василий Николаевич Галец, он ставит эту сказку, он сказал, что будет для маленьких делать. Но, говорит, песни, хочу, чтобы звучали не для двухлетних детей, чтобы песни были всерьез по-взрослому. Мне очень это понравилось. Давайте мы сделаем небольшое превью, какую-нибудь песенку зрителям представим, поговорим об этом дальше. Чудо мечты иллюзорной, Ярче представить нельзя В дымке по глади озерной Лебедем белым скользя Лебедем белым скользя Над суетой возвышаясь Светел, как солнце, восход Лебедь в воде, отражаясь Неотразимо плывет Неотразимо плывет Мы добавили действительно такую мелодраматическую линию любви, которой сказки не было. Да, эту песенку исполняет наша молодая актриса, которая очень хорошо поет и очень хорошо исполнила эту песню, Анжелика Борчан Я очень рад ее появлению в театре, поскольку теперь я понимаю, что можно песенки делать с учетом того, что кто-то их может спеть. Поэтому мне было очень-очень приятно, когда песня Лебедя ожила в ее исполнении. Ну, конечно, это не этот вокал, так сказать, а это действительно чистый, красивый, юный, женский голос. Это очень красиво. Поэтому у нас недавно приобретение в театре. Это можно нас поздравить с этим. Ну, дай бог, чтобы оно было не последнее, чтобы побольше поющих актеров у вас появлялось. Очень этого хочу, да. Сможем ли мы увидеть эту сказку музыкальную? Я хочу называть его музыка. Можно? Ну, называйте, конечно. Хочется такого размаха просто. В любом случае, все гораздо скромнее, конечно. Смогут ли могилевчане его увидеть? Или для каких-то других целей создается эта сказка? Здесь я не в ответе за то, как это будет прокатываться. Я знаю одно, что премьера состоится в мае, но даже не у нас, а где-то в области его повезут. Это выездной спектакль изначально делается. То есть, видимо, с облегченными декорациями. И он будет ездить, ездить, ездить. Бывали случаи, когда выездной спектакль оседал на нашей сцене, на базе, так сказать. Для него только нужно декорации сделать более... Ну, не такие мобильные, более широкие, более, наверное, тяжелые. И бывали такие случаи. Я очень бы хотел, чтобы это все-таки было и у нас. Ну, скорее всего, так и будет. А главный герой у вас поющий? Главный герой по решению режиссера. Он послушал песню, которая написана для героя. Он там, герой называется... Имя его Карл. Он послушал... Я же представляю песни режиссера, сам записываю их, пою. Он послушал и говорит, нет, давай-ка мы тебя и оставим. Я говорю, Василий Николаевич, режиссера так зовут, не староват ли я для исполнения гадкого утенка? Он говорит, нет, 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 ты видел наших актеров, они же все большие. Поэтому, говорит, твой голос очень-очень подойдет. Ну, так что песню Карла я там пою. Она состоит из двух частей. Первая часть, это довольно печальная, грустная, когда Карл Терзаем в этом курятнике страдает и надеется когда-нибудь из него вырваться. А вторая часть, на ту же мелодию, это песенка о том, он поет о том, и это же в самом-самом финале, он улетает, поет о том, как хорошо расправить крылья и улететь. Александр, ну вот та фраза, которую я произносила в начале нашей передачи, о том, что музыка, она как капля дождя проникает в сердце, и воспитательный момент, все-таки, если это касается детей, это правда? Влияет музыка? Конечно, влияет. Но другое дело, мне очень не нравится педагогический подход, когда люди говорят, педагоги, не то, чтобы он мне не нравится, просто я понимаю со временем, что это все напрасно. Мне жалко людей-педагогов, которые тратят свою жизнь иногда впустую. То есть они говорят, если я ценой своей жизни спасу хотя бы одного ребенка, то уже жизнь прожита не зря. Эту фразу я слышал, ну не знаю, 30 лет назад, когда еще где-то там учился. И сейчас я понимаю, глядя вокруг, что мне жаль этих преподавателей, много из них полегли зря. Поэтому давайте мы будем делать свое дело спокойно, без жертвоприношения. Да, спокойно и профессионально. Поэтому педагог, который говорит, я готов лечь костями, лишь бы кого-то спасти. Нет, не надо ложиться костями. Нужно профессионально, спокойно делать свою работу и продолжать жить. Потому что мир может так повернуться, что никакое воспитание не сыграет положительной роли. Поэтому я, подходя к работе над сказкой, я понимаю, что никого воспитывать я не буду. Я увлечен сам ею. Здесь где-то включается во мне недоигранное детство. Тот самый ребенок, которому недопоказали эти спектакли. Которого не было, ну какое-то время не было на чем слушать музыку. И у нас в нашем детстве был дефицит музыки, дефицит пластинок, проигрывателей и тому подобное. Все это было действительно редкость. И мы были рады всему, любой возможности услышать музыку. Конечно, воспитала она нас или нет, не знаю. Но это стремление, это нормальное явление человека. Вот вы меня навели на мысль о детстве. Я помню эти чудесные пластинки, на которых выходили настоящие детские музыкальные сказки. Что вам запомнило? Что было со мной? Много чего. У меня не было, нет, я не вру, вернее я соврал, потому что не много чего. Я не могу сказать, что запомнилось, потому что у меня это появилось, когда я уже был в подростковом возрасте. То есть в детстве когда-то была радиола, потом она, естественно, благополучно умерла. И до подросткового возраста у нас дома ничего не было. Это где-то лет в 15, собирая в бутылку от шампанского 10-копеечные монеты, они как раз пролезали в горлышко. Я помню, мы с мамой насобирали чуть больше половины, это было 43 рубля. Мы купили проигрыватель, очень скромный, очень такой. Он, кстати, у меня до сих пор где-то сохранился. Назывался он «Юность», и вот на нем уже какие-то пластинки появлялись. И слушал тогда, да, веселые ребята. Как же это называлось-то? «Приключения электроника» и «С кинофильмов». Ну, в общем, сейчас все это говорить, что-то стареет, подымать нет смысла. Поэтому у меня был очень сильный пробел без музыкального пространства. Я действительно засыпая снова и снова переставлял эту иголочку на пластиночку и слушал. Потому что это действительно физиологическая потребность в прослушивании музыки. Она существует. Поэтому мы должны удовлетворять эту потребность, но с учетом здравого смысла. Хотя, конечно, есть масса другого. В эфире всего звучит, что перебьет наши тихие песни. Александр, время нашей программы бежит неумолимо. Но так как вы с гитарой, все-таки исполните нам еще что-нибудь. Может быть, не обязательно из какой-то детской сказки вот вашу любимую музыкальную композицию? Ну, давайте вот, давайте уже сегодня. А давайте. Я еще помню пока песни из «Гадкого утенка», из этого спектакля, которые там будут. Песню мамы я про нее говорил. И, ну, конечно, это поет актриса, наша актриса Могилевская, Галина Лобанок. Уже будучи мамой, девушка, ставшая мамой, уже немножко глубже поет песню про маму. Ну, я просто показываю песню. Ни на что не претендуя. Мама поддержит словом, мама одобрит взглядом, Мама спасет от жажды и от беды любой. Даже когда однажды мама не будет рядом, Помни, ребенок каждый, мама всегда с тобой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Когда однажды мамы не станет рядом Помни, ребёнок каждый, мама всегда с тобой Да мурашек! Спасибо вам огромное! Спасибо вам! И на этой мурашчатой по-настоящему ноте, потому что такая песня с энергетикой очень трогательна, ещё раз спасибо вам за то, что вы к нам пришли. С нами был композитор, исполнитель Александр Баль. Он рассказал нам о своей новой музыкальной сказке, о своей нелёгкой жизни музыканта. Спасибо большое! Встретимся в следующий раз. Здравствуйте! В эфире «Время арт» и сегодня у нас творчество, исцеление творчеством. В гостях мастер и автор проекта «Мастерская исцеление творчеством» Полина Гамаюн. Полина, исцеление творчеством – это что? Можно без таблеток лечиться? Так выходит? В том числе, да. Но здесь речь идёт не только о болезнях физических. Здесь речь о каких-то душевных состояниях, о состояниях стресса, о состояниях, когда что-то болит. Вы знаете, когда болит сердце, например. Когда есть какая-то тревога, и ты не можешь её найти. А то, что касается физических заболеваний и симптомов каких-то, в том числе можно предупредить какие-то заболевания и какие-то последствия. Не зря говорят, что все болезни от нервов. В каких-то очень сложных таких заболеваниях, конечно, совмещая. Но, тем не менее, можно найти саму причину. Почему-то люди обращаются к врачам каким-то радикальным методом, забывая про то, что внутри нас есть невероятный потенциал, невероятная глубина и свой внутренний такой целитель, который знает, почему это произошло. То есть человек может сам поискать и найти эту причину, да? Да, да. А с чего начинается ваша работа тогда в этом во всём? В чём заключается моя работа здесь? Показать человеку, как можно. То есть я никогда не учу, не показываю конкретный метод и не говорю, как правильно или как неправильно. Я просто помогаю человеку через его творчество, через его выражение показать ему, что он знает о себе больше, чем любой человек на этом свете. Никакая гадалка, никакой доктор не знает столько о человеке, сколько находится в его бессознательном. В его бессознательном 95% и даже больше того, что он не осознаёт. И это можно достать через тело, через движение, через звук и через очень много методов разных, в том числе творческих. И вот в этом моя работа. Через движение, допустим. А как? Как через движение? Ну вот вы говорите, достать это можно. Значит, вы с человеком общаетесь как-то, да? Да. И через движение привести его к тому, о чём вы говорите, к открытию себя? Конечно. Потому что внутри нашего тела заключено очень много историй. В нашем теле есть много историй. Каждое движение имеет... Движение же появилось раньше, чем язык. Сам наш вербальный. Каждое движение имеет определённое значение для человека. Очень важно не то, как мы оцениваем это движение, а что для человека это движение, когда он вкладывает туда смысл. Мы можем показать. Он не может объяснить, что с ним происходит, но он может показать через движение. И жест. Жест. Это может быть жест. Это может быть какое-то движение. Например, человек говорит, я нормально, я не боюсь. И он сидит вот в таком движении. Я не боюсь. То есть его сознание блокирует эту информацию, но его тело, его жест, его поведение так или иначе показывает это, отображает. Или я спрашиваю, а покажи, как это? И человек закрывается, например, и говорит, ну это как будто я сижу под столом и прячусь. То есть внутри нас нам нужно просто выйти на этого внутреннего мудреца, который показывает нам. То есть вы помогаете расшифровать даже по движению, да? Абсолютно. По движению, по рисунку мы работаем через звук. И не только расшифровать, но и изменить это. Изменяя движение, мы изменяем эмоцию, изменяем состояние человека. Но работа со звуком через звук – это что? В движении я немножко так представляю, да. А работа со звуком через звук? Работа со звуком – это тоже выражение. Это очень часто, что мы не выражаем чего-то. У нас даже голос может быть такой немножечко сдавленный. Я бы не разделяла эту работу совершенно. Кто-то работает непосредственно со звуком. Я включаю очень много разных методов, вот таких вот интегративных. Я очень много этому училась и продолжаю учиться в разных школах, в том числе европейских, таких западных. Это новый вид такой терапии, психологии. Это уже четвертое такое поколение холистического такого. Это холистическое, то бишь, целостное восприятие человека как какой-то системы. А сами люди удивляются тому, что они спели музыку какую-то вот так вот из ваших практик. Наверное, это для человека тоже может быть открытием. Вы знаете, мало того, что открытие, я бы не сказала, что это как какое-то искусство. Конечно, конечно. Первоначально человек очень боится. Всегда очень много таких вот фильтров, очень много страхов, связанных с тем, что как я себя смогу выразить. Мне очень страшно. Там больше сначала про информацию, которая выходит из человека. Это может быть одна линия, но в этой линии есть огромный смысл для человека. То есть это не обязательно сразу какое-то творчество. Но, конечно же, постепенно, когда он начинает звучать или когда он начинает создавать музыку, он начинает учиться ритму, он начинает выражать себя больше, шире каким-то образом. И тут вопрос опять же не в том, что он обучается искусству, а в том, что он обучается слышать себя, и у него становится больше методов, больше возможностей доверять себе, слышать себя. И он себе это позволяет наконец-то. Но это не за один же раз происходит все, так? Конечно. Но это все очень зависит, это все очень индивидуально. Есть люди, которые настолько зажаты, настолько у них такое разделение на плохо, хорошо, правильно, неправильно, что здесь нужно долгое время даже давать ресурс на принятие. Ты знаешь, я принимаю тебя, и твое творчество замечательно. Никто тебе оценку ставить не будет, и ты себе не ставь оценку. И вопрос здесь даже не столько про творчество, здесь вопрос на самом деле про то, как научиться с собой договариваться, разговаривать, как себя принимать, безусловно. И через рисунок вы сказали про живопись, про рисунок. Это тоже один из путей выходит? Конечно. И это очень-очень такой глубокий путь. Все очень обесценивают понятие творчества. Потому что что такое творчество? Это какое-то детство. Что такое творчество? Мы серьезные люди, мы творчеством не занимаемся, нам это неинтересно. Дети же творят. Дети творят. И все начинают в детстве творить. Мало того, люди взрослые, которые приходят, в том числе какие-то бизнесмены, какие-то люди, которые достаточно серьезные, они когда открывают эту часть, они возвращают в себе эту часть, которая у них творит. Их жизнь настолько обогащается, их работа настолько обогащается, они начинают слышать себя, они меняют деятельность очень часто. Они очень часто меняют отношения свои, свое отношение. Они исцеляют своего внутреннего ребёнка, и они совершенно по-другому общаются со своими детьми. Они совершенно по-другому, осознанно общаются со своими близкими. А вот игра, допустим, как актёрское творчество. Можно нарисовать маску себе и что-то сыграть через неё? Конечно, конечно. У вас это вот есть в программах? Да, да, да. Мы в том числе работаем с проигрыванием ситуаций, потому что... Вот, кстати, про маски. С масками шикарно работать, в том числе со страхами. С детками нужно работать. То есть нарисовать свой страх, мало того, что нарисовать эту маску... На бумаге страх, маску страшную. Да, да, да. Страшную. Вот то, чего я больше всего боюсь. Со взрослыми это точно так же работает, поверьте. Серьёзно, потому что мы всё равно так или иначе чего-то боимся. Мы забиваем эти страхи. У нас же есть страхи. Страх одиночества, страх, чтобы байка придёт, там, укусит зубочок. Начальника, я понимаю, нарисовать один из-за... Ну вот начальника то же самое. Надеваете на себя эту маску и проживаете это состояние. И вам становится доступным это состояние. И вы видите, что вы не такой уж страшный. Ещё, знаете, ещё можно усугубить. Детки вообще очень любят это отыгрывать. Да и взрослые с удовольствием это делают. И мы становимся... Мы как бы принимаем непринимаемую часть себя. Потому что это же страх, он же в нас, внутри нас. Мы начинаем принимать вот эту вот часть себя, которую мы боялись. И мы становимся в этот момент сильнее, мы перестаём бояться. Я точно так же, я очень долго себя исцеляла, и часть за частью. И сегодня я сама с этим прежде всего, сама себя так исцеляла, прежде чем я начала учиться и помогать людям. То есть это ещё и какая-то и ролевая игра получается у вас? Да, можно. Это в том числе. Потому что это тоже творчество. Это то, что нам недоступно. Потому что вы знаете прекрасно, когда мы что-то отыгрываем, поведение какое-то включаем, там тоже очень много неосознаваемых каких-то моментов происходит. И происходит осознание, боже мой, так это вот так просто. Это оказывается не так страшно. И вот с масками замечательно. И со взрослыми детьми можно и без масок просто стать на роль, на роль своего партнёра, поговорить от имени своего партнёра с собой. Можно и так. Можно с начальником, вы приводите пример, можно поработать таким образом с начальником. Можно просто войти в его ситуацию. Поставить себя на место другого человека. Да, но только реально поставить и проиграть. И вы увидите, что у него есть другая истина, другая правда. И вы не такая уж жертва. И он на самом деле очень старается. И у него есть все основания для того, чтобы так относиться. Понимаете? И это удивительно. Можно даже пересаживать. Вот в гештальтерапии есть понятие «горячий стул». Когда человек, которого ты не воспринимаешь, или есть что сказать, или какая-то обида, ты пересаживаешься на его кресло и разговариваешь с тем местом, где сидел ты. Где сидел сам. Да, где сидел сам. И потрясающие изменения даже после одной такой работы могут происходить. Ну что ж, исцеление творчеством доступно каждому. Абсолютно. С нами была Полина Гамарин. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова